С 2020 года 6-я городская клиническая больница стала красной зоной для больных коронавирусом. В прошлом месяце здесь наблюдалась нехватка койко-мест, из-за чего врачам пришлось досрочно выписать 200 пациентов. При этом на территории больницы есть второй дополнительный корпус. Однако из-за того, что он сдается в аренду, его не смогли использовать. Поэтому мы хотели бы здесь, если вот опять же вот такая волна будет, здесь открыть красную зону. Но вообще в плане мы хотим увеличить койки, неврологические койки и кардиологические койки. Потому что в городе только две больницы, два стационара. Первая больница и вторая наша больница. И неврологические койки только у нас в нашей больнице на 65 койок. Спрос на неврологические койки очень большие. У нас на 65 койок рассчитано, оно не хватает. У нас больные стоят на очереди по два, по три месяца. Сегодня министр здравоохранения заявил, что Минздрав прекращает сдавать в аренду это здание. По его словам, она была незаконно продлена до 2024 года. А подпись уполномоченных лиц при выдаче соответствующих документов была подделана. В этой ситуации уже будет разбираться суд. Он продлил. Когда я пришел министром, я сказал не продлевать. И во время вот такой неразберихи он взял, через меры продлили до 2024 года. Кто подписал, неизвестно. Тот вице мер, подписи тоже, кажется, подделали. Насчет этого мы суд подали. Также, по словам министра здравоохранения, второй корпус 6-й городской больницы должен быть освобожден в ближайшее время. Министр потребовал арендатора выполнить условия в срок. Я даю в течение года, все, 2-3, сколько дней дадим. Если не вынесет свою аппаратуру, я вот сюда вынесу. И все. И будем кровать заносить. Этот корпус 2012 года занимает частная клиника. Последний раз соглашение было продлено в прошлом году, несмотря на обращение городского управления здравоохранения, в котором говорилось о запрете на продление арендного договора. После расторжения договора арендаторам было дано определенное время на освобождение помещения. Со стороны департамента необходимо было направиться в соответствующее уведомление после расторжения договора, которые были уже направлены. По законодательству мы имеем дать время от 10 до месяца. На сегодняшний день, учитывая то, что в клинике Исмолково имеется свое оборудование, которое необходимо вывести со стороны клиники Исмолково, так скажем, у нас имеется устный запрос о предоставлении сроков до 6 месяцев. Но, однако, нами были данные просьбы отказаны. На сегодня в столице около 130 помещений в медучреждениях находятся в аренде. Это отдельные кабинеты или аптечные пункты. По словам директора департамента по управлению муниципальным имуществом Нурдана Урунтаева, полностью сдаваемых зданий практически не осталось. Все они возвращаются на баланс Минздрава. Мухаммад Абдурахманов, Джанадил Абубакир Улу, ЛТР Бишкек.